Здравствуйте! В эфире главные новости. В студии Ростислав Белык. Смотрите в выпуске. Отдых обеспечат круглосуточной охраной. Детские оздоровительные лагеря возьмут на особый контроль. В лавочке будут установлены, будут летние террасы сделаны, озеленение определенным образом. 37 километров второстепенных дорог, реконструкция центральной улицы и других объектов. В Орле началась полномасштабная ремонтная кампания. 11 лет школы закончились, это, конечно, большой путь пройден. Начало каникул. Для орловских школьников прозвучал последний звонок. Многие так и закапывают. Вместе с останками бойцов, заливают на них фундаменты. В память об изымянном солдате. В Полховском районе найдено захоронение бойца Красной армии. 26 мая в Орловском регионе стартует приемка летних оздоровительных учреждений. В этом году будут открыты 15 загородных и 377 лагерей дневного пребывания. О задачах на предстоящий сезон шла речь на заседании межведомственной комиссии. Совещание провел первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области Александр Бударин. Представители власти, надзорных органов и силового блока обсудили вопрос обеспечения безопасности летней кампании. Под круглосуточную охрану возьмут 15 загородных оздоровительных учреждений региона. Необходимо уделить внимание вопросам безопасности детей, которые будут отдыхать за пределами региона. Мы традиционно в этом году опять довольно большое количество детей направляем в Республику Крым. И в прошлые годы было очень хорошо организовано сопровождение ГАИ, налаженное взаимодействие с соседними субъектами по пути исследования наших детей автобусами. То есть хотелось бы, чтобы на это тоже в этом году мы такое же внимание обратили. Летняя оздоровительная кампания должна пройти на высоком уровне, сказал Александр Бударин. 24 мая ливень парализовал движение на Орловских улицах. Затопило дворы, мостовые и даже некоторые жилые дома. С последствием осадков коммунальные службы и простые горожане борются до сих пор. С подробностями Наталья Чунина. О том, что городская канализация не способна поглотить осадки выше нормы, всем известно. Регулярно в сильный дождь улицы Орла затапливает, превращая их в стихийные бассейны. 24 мая за пару часов вода в буквальном смысле отрезала от цивилизации пешеходов и автомобилистов. Глубина некоторых бурлящих потоков достигла метра. По словам синоптиков Орловского гидромедцентра, за один день в Орле выпала треть месячной нормы осадков. Пока пешеходы и водители искали пути объезда и обхода морей, некоторые боролись с водной стихией в собственной квартире. Орловчане, проживающие по адресу Московское шоссе 158, корпус 4, застали дождь у себя в квартирах. Первый и второй этаж атаковала вода. Дмитрий Петрович рассказывает, что самого ЧП не застал, был на работе, однако столкнулся с последствиями. Пришел и увидел, как соседи по корпусу в суете под напор струй с потолка подставляют кто ведра, кто тазы. В некоторых комнатах жилого дома возник настоящий водопад. Вода текла отовсюду, по трубе, из люстра и просто с потолка. Дмитрий Петрович сразу же отключил электричество. Электричество. Сейчас, я не знаю, попробуем включить, но что-то страшно включать. Жителям во втором подъезде повезло чуть больше. Фонтана из люстр у них не было. Вода текла только по стенам. Вот она текла вода, вот она текла вода. В комнате над дверями. Чтобы остановить потоп и разобраться в его причине, жители обращались в несколько инстанций. Управляющую компанию, аварийную службу и даже водоканал. Однако, оперативно оказать помощь никто не согласился. Затопление квартир происходило со стороны ливневой канализации. За вчерашний день дважды выезжали туда бригады, производили прочистку ливневки, потому что вода не успевала полностью сходить. Сегодня еще после обеда планируется выезд туда бригады на дальнейшее обследование. В ближайшее время управляющая компания пообещала устранить неполадки. Однако потеки на стене и потолках в этих квартирах будут еще долго напоминать жильцам о весеннем дожде. Наталья Чумина, Олег Фомин, телеканал «Первый областной». К другим темам. В среду, 25 мая, стартовал ремонт улицы Ленина. Также в Орле массово начинается ремонтная кампания на остальных объектах. Наталья Пехтерева с подробностями. Сроки сжатые. Обновление главной пешеходной улицы города необходимо завершить к середине июля. Проектом предусмотрен солидный комплекс работ. Стоимость муниципального контракта почти 53 миллиона рублей. Выполнять его будет столичная компания. 12 тысяч квадратных метров составляет та площадь, на которой необходимо будет заменить плитку. Но вы понимаете, не только мы ограничиваемся заменой плиткой. Там есть и замена коммуникаций, и ливневая канализация будет большего диаметра, для того, чтобы мы не сталкивались с проблемой, когда невозможно идти по улице Ленина от того потока воды, который сейчас, например, присутствует. Лавочки будут установлены, будут летние террасы сделаны, озеленение определенным образом. В общем, это комплексный набор, который мы уже увидим через полтора месяца. В ремонте будет задействовано 50 человек. На первом этапе демонтаж. Завтра-послезавтра заходят уже монтажники, которые начинают укладку новой плитки. На следующей неделе заходит еще автономная бригада, которая начинает середина улицы. Тоже демонтаж и монтаж нового покрытия. И далее на самый нижний участок заходит техник, который там будет менять асфальт. Ну и на трудах тоже брусчатка будет новой стелиться. Контроль за исполнением контракта будет жесткий, сказал зампред регионального правительства Александр Ремига. Предпосылок к тому, что будут сдвигаться сроки, сейчас нет. Мы себе это позволить не можем. Праздничные мероприятия 5 августа, в общем-то, мы должны не только выстроить улицу, но еще потом подготовить к праздничным мероприятиям. На минувшем заседании правительства в понедельник губернатор Вадим Потомский дал поручение ежедневно контролировать ход дорожных работ на улице Ленина и всех других объектах. Напомним, что федеральный центр принял решение о дополнительном выделении нашей области более 450 миллионов рублей на текущий и капитальный ремонт дорог за счет средств, полученных от использования системы Платон и акцизов на нефтепродукты. В Орле планируется дополнительно отремонтировать 37 километров второстепенных дорог. С учетом добавленных 150 миллионов рублей, это почти в этом году миллиард. Только городу Орлу миллиард. Это не на содержание, это на ремонты. Тут войдут все мосты, тут войдут основные трассы. Напомним, районы области дополнительно получат 300 миллионов рублей. Средства также выделены из федерального бюджета за счет акцизов на нефтепродукты. Борьбу с плохими дорогами в Орловской области мы начинаем. Выполняем постановление и распоряжение, рекомендации, как угодно это называете, президента Российской Федерации. Так будет у нас и со следующего года. В 2017 году тоже будут дополнительные средства в больших объемах выделяться в Орловской области именно для того, чтобы привести дорожное покрытие города и Орла, и территории Орловской области в надлежащий порядок. В этом году в основном дополнительные средства будут направлены на ремонт дорог в районных центрах. Наталья Пехтерева, Сергей Руднев, телеканал Первый областной. Для школьников Орла в среду прозвучал последний звонок. С 23 мая мелодию уходящего детства слушали почти 10 тысяч учеников по всей области. Впереди их ждут экзамены, поступления и поиск работы. Участие в торжественных линейках приняли и руководители области. К поздравлениям присоединился и Сергей Сергеев. Все это позади. Последний звонок на языке математики – это точка невозврата. Хотя нет, выпускники уверены, в школы вернутся не раз, но уже состоявшимися личностями. 11 лет школы закончились, это, конечно, большой путь пройден, конечно же, и это тяжело, это счастье, то, что да, это все прошло, но все-таки грусть остается. Физики, биологи, учителя, инженеры, экономисты и артисты. У каждого свой путь. Для Михаила стать архитектором – мечта с детства. Сейчас он в шаге от нее. Осталось сдать ЕГЭ и преодолеть вступительные испытания. Это довольно-таки востребованная сейчас профессия. Много простора потом будет для жизни и творческая профессия. Волнительный шаг во взрослую жизнь своих детей переживают родители. Последний звонок – это сигнал к новым трудностям, взлетам и победам. Очень все волнительно, очень волнительно смотреть, как свои дети становятся взрослыми. И, ну, не знаю, просто очень волнительно. До главных героев праздника первоклассникам еще далеко – целых 10 лет. Школьные годы чудесные, для них только начинаются. Что вы, братцы, правослово, о плохом да о плохом. Сами станем же такими, только чуть-чуть подрастем. Успехов, отличной учебы и легких экзаменов – эти пожелания выпускникам произнес председатель облсовета Леонид Мазалевский. Лучшим учителям и отличникам грамоты и благодарности. Школа – это стало для вас вторым домом. Учителя – вторыми мамами. Потому что сегодня частицу своего сердца они отдали вам. Частицу своего сердца они вас вложили для того, чтобы вы были самыми талантливыми, самыми успешными в этой жизни. Орловская 35-я школа пустила на 37 учеников. Белых фартуков, школьных дневников, последних звонков больше не будет. Это уже история. Пожелаю вам, чтобы знали Игорь, во-первых, удачно и поступили туда, куда хотели. И по жизни устроиться, чтобы душа радовалась. А пока слезы от расставания с родными стенами и друзьями-одноклассниками. Мелодия последнего звонка звучала и в лицее номер 22, родном для Татьяны Шевцовой. Ныне она возглавляет региональный департамент образования. В прошлом не один год была директором этого учебного заведения. Мне не забыть, свет ваших глаз. Скучалась порой, огорчала его. Впереди у выпускников ЕГЭ. И только потом они отправятся в свободный полет. Во взрослую, незведанную, но интересную жизнь. Сергей Сергеев, Олег Фомин, Владимир Ноздрачев, телеканал Первый областной. С новостями экономики вас познакомит, как обычно, в среду Ксения Туркова. Здравствуйте. За получение взятки в 20 тысяч рублей бывшим дорожным полицейским придется теперь выложить более 3 миллионов рублей. Такое решение вынес Залегощинский районный суд. Штраф стал самым крупным в регионе за подобное правонарушение. Инцидент произошел в мае прошлого года. Обнаружив при проверке, что у водителя нет с собой документов, в обмен на денежное вознаграждение в 20 тысяч инспекторы пообещали орловчанину не оформлять протокол. Однако в назначенное инспекторами время водитель решил прийти с полицейскими. Взяточники были задержаны, после чего каждый из них был наказан на сумму в 1 миллион 620 тысяч рублей. Экс-полицейские пробовали обжаловать приговор, однако смягчение наказания добиться у них не вышло. Бороться автомобилистам приходится не только с коррупцией. Восстанавливать справедливость нередко требуется и в отношениях со страховыми компаниями. Практика показывает должный ущерб, возникший в результате ДТП во многих случаях водителю не выплачивается полностью. Не стать жертвой в непростом финансовом деле помогает правовая информация. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Денежные средства на ремонт вашего транспортного средства вы можете получить у нас в течение 2-3 дней. В отличие от страховой компании, срок выплаты которой занимает от одного месяца и более. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Совет Федерации принял постановление о господдержке социально-экономического развития Орловской области. Министерству транспорта России рекомендовано направить предложение по проектированию и строительству соединительной федеральной автомобильной дороги от трассы М2 Крым до А141 Орел-Брянск. Также рекомендовано рассмотреть вопрос о выделении бюджетных ассигнований на реконструкцию аэропорта Орел-Южный с созданием аэродромной инфраструктуры. И в завершении к новостям валютного рынка. Уже в этом году в России появятся монеты с новым изображением. На них будет чеканиться Орел с регалиями власти, коронами, скипетром и державой. Сейчас же изображена эмблема банка Орел без регалий. Объясняется это тем, что монету с изображением Орла без регалий государственной власти начали чеканить в 1992 году. Тогда государственный герб России еще утвержден не был. Также сообщается, что монета, кроме изображения, не изменит своих стандартов и будет находиться в обороте наравне со старыми. На этом у меня все о других экономических новостях. Я расскажу ровно через неделю. Сейчас перервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь. Русская пословица гласит «Готовь сани летом». Следуя народной мудрости, с 10 мая компания «Квадро» начала проводить плановые испытания тепловых сетей. На это время подача горячей воды для тех, кто получает ее от Орловской ТЭЦ, была прекращена. Такая мера не прихоть компании. Она позволяет заранее выявить дефекты в техническом состоянии трубопроводов. Тем самым значительно снизить риск возникновения нештатных ситуаций в отопительный период и повысить надежность теплоснабжения потребителей. Для того, чтобы успешно проходить осильный и зимний период, мы проводим гидролюбические испытания, которые, согласно правилам технической эксплуатации, проводятся два раза в год. Это после окончания отопительного сезона в мае месяц и перед началом отопительного сезона для определения готовности сетей к прохождению ОЗП. В результате майской опрессовки слабые звенья теплосетей были вовремя обнаружены. Энергетики приступили к ремонтным работам. Всего будет заменено более 7 километров тепломагистралей. Заменено и отремонтировано оборудование центральных тепловых пунктов. Восстановлена тепловая изоляция. Встречаются какие-то трудности, проблемы при прохождении этих испытаний? Нет, на сегодняшний момент плановые работы практически все выполнены, но это не означает, что мы не будем вести ремонтные работы. Они будут у нас продолжаться практически до начала сентября. Второй этап гидравлических испытаний с ограничением горячего водоснабжения запланировано провести в августе. Это необходимо для проверки качества проведенных работ. Теплоэнергетики признательны жителям Орла за то, что они с пониманием отнеслись к временным неудобствам, связанным с отключениями. Тем более, что на данном этапе они закончились, и горожане вновь смогут пользоваться горячей водой. Андрей Турбин, Олег Фомин, телеканал Первый областной. Продолжим выпуск. Теперь, чтобы получить водительские права, орловчанам придется потрудиться вдвойне. Уже в этом году изменения претерпит как теоретическая, так и практическая часть экзамена. Новый регламент вступит в силу с 1 сентября. Также дается 20 минут, 20 вопросов, но допускать ошибки не разрешается. То есть, экзаменуемый первый этап, получается, сдал, если он ответит на 20 вопросов. Если он допустил две ошибки по одной ошибке в каждом блоке, либо не ответил на один вопрос и не успел ответить на второй вопрос из разных блоков, либо не успел ответить на два вопроса из разных блоков, ему дается 10 минут, два вопроса, по дому вопросу из каждых блоков. Вот в чем разница. Что касается практической части, а именно вождения на автодроме, то теперь упражнений станет больше, не три, как раньше, а пять. В списке заданий теперь трогание на подъеме, змейка, въезд в бокс, параллельная парковка и проезд регулируемого перекрестка. По словам автоинспекторов, получить водительское удостоверение орловчанам не составит труда, стоит лишь ответственно подойти к обучению. Нельзя жить на костях, так решил житель деревни Пальчиково Болховского района после того, как нашел скелет на месте строительства частного дома. Продолжить работу ему помогли поисковики из объединения костер, вызванные по адресу забытого захоронения. Подробности у Сергея Быковского. Эти ямы под фундамент. Житель деревни Пальчиково копал их, чтобы залить основу своего дома. Но для безвестного красноармейца, найденного здесь во время земельных работ, эти ямы стали последним окопом, последней траншей, в которой он наконец-то закончил войну. Хозяин домовладения поступил единственно правильно, сообщил о своей находке главе местного сельского поселения. Тот вызвал поисковиков. Группа, представленная членами межрегионального поискового объединения «Костер», выехала на место в течение часа. Останки бойца достали аккуратно. Даже если бы дом уже здесь стоял, он не пострадал бы. Среди поисковиков есть и строители, и деставраторы. Сами они говорят, что в аналогичных ситуациях отнюдь не всегда события развиваются по описанной выше схеме. Многие так и закапывают. Вместе с останками бойцов заливают на них фундаменты. К сожалению, таких десятки случаев. Поисковики надеются, что ситуация изменится, если население узнает. Механизм взаимодействия с органами власти у них поисковиков уже налажен. Болховская практика тому пример. И подтверждают, готовы выехать в кратчайшие сроки. Работы ведут в любую погоду и время суток. Процесс раскопок и подъема документируется. Необходимые акты и протоколы оформляются тут же. Главное, говорят, давайте информацию, зовите и разрешите работу. И дайте достойно упокоить бойцов. А этот боец, вероятно, погиб при артобстреле. Взрывом отсекло голову и руку. Сам изрешечен осколками. Похоронен он не был. Просто сброшен в ближайшую воронку и присыпан. И лишь в этом мае он был поднят и перенесен во временное захоронение на Кривцовском мемориале. Сергей Быковский, телеканал Первый областной. 24 мая в Орле отметили День славянской письменности и культуры. Этот праздник связан с христианскими святыми, равноапостольными Кириллом и Мефодием, создателями славянской азбуки и переводчиками священного писания. Современная азбука названа в честь одного из братьев – Кириллица. В музыкальном колледже по такому поводу провели праздничный концерт. Лучшие хоровые коллективы города порадовали орловчан специальной программой «Праздник букваря». Хоровому искусству у нас уделяется большое внимание и на федеральном уровне, и в том числе в Орловской области. Хоровая музыка имеет особое значение. Это очень демократичный вид искусства. Все поют, многоголосие, краска тембральная. Это очень здорово, очень красиво. Со сцены звучали как народные песни, так и песни орловских композиторов. На этом все. Интересную информацию сообщайте нам по телефонам редакции 76 1028, а также 508 088. Свежие выпуски новостей вы также можете услышать в начале каждого часа на экспресс-радио «Орел» на частоте 104FM. В студии был Ростислав Белык. Всего хорошего. Московский цирк Никулина представляет. Карина и Артур Багдасаровы с новой программой «Планета 13» с 28 мая. Город Орел. Грин Центр. Торговая сеть «Арсенал» приглашает вас на шоу «Инструментов» 28 мая в 11.00. В программе демонстрация техники, конкурсы, программа для детей, скидки, подарки. Главный приз – подарочный сертификат «Арсенал» на 50 тысяч рублей. «Арсенал» Первая Курская 83. Приглашаем вас посетить православный магазин «Провода», расположенный в районе городского парка по адресу Горького 39. Широкий ассортимент товаров для церемоний и обрядов, православная литература и многое другое. Вырученные средства идут на строительство храма Сретения Господня в поселке Вятский Посад Орловского района. Более 20 лет компания «Зенит» строит в Орле качественное и доступное жилье. Нас отличают высокие темпы строительства, возможность рассрочки инвестирования. «Зенит» мы строим для вас и ваших детей. «Орел» Старомосковская, 10, телефон 44 50 60. Впервые в городе большой передвижной зоопарк, крокодилы, питоны, анаконды, обезьяны и попугаи и многое другое. Работаем ежедневно с 11 до 20. Антенна «Сервис» в честь своего 20-летия дарит 6 месяцев бесплатного обслуживания первым 20-ти подключившимся с 1 июня по 13 июня 2016 года. Не упустите момент! Заявки принимаются по телефону 47 58 52 и на ансервис.ру. Здравствуйте! Это прогноз погоды на Первом областном. Хорошей погоды желает вам телеканал Первый областной и я, Катерина Ясная. Генеральный партнер программы – сеть магазинов «Провкосмо». «Провкосмо» для парикмахеров, косметологов, визажистов, мастеров ногтевого сервиса, а также поклонников профессионального качества. Вся сила профессиональных брендов на службе вашей красоты. Торговый центр на Черкасской, ТМК «Мегагрин», торговый центр «Грин» на Карачевском шоссе. «Провкосмо» – красота профессиональна. И о погоде. 26 мая в Амцинске днем плюс 22. Малооблачно местами дождь, ночью плюс 16. В Ливнах температура воздуха днем немного выше, плюс 22. Малооблачно временами возможен небольшой дождь, ночью плюс 16. В Булхове плюс 22. Малооблачно небольшой дождь, ночью плюс 16. По народному календарю Лукерия Камарница. Православная церковь отмечает память Девы Праведницы сравнительно недавно. Сведения о ее жизни крайне скудны. Однако почитать ее стали, когда было обретено ее нетленное тело. И возле него стали происходить чудесные исцеления. На Лукерью начинают появляться комары. В южных районах на Лукерью производили первый сев гречи. Но не для урожая, а чтобы цветами лакомились пчелы и птицы. Из российских праздников 26 мая отмечается День российского предпринимательства. А на Алтае зародился в 2010 году День снежного барса. Целью праздника стало стремление защитников сохранить жизнь этим уникальным животным. Ну а по сведению гидрометцентра, 26 мая в Орле малооблачные. Местами небольшие дожди. Днем максимум плюс 22, ночью плюс 16. Ветер восточный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, что является нормой. Партнер программы – магазин «Проект мебели». Весенние скидки на всю мебель. Город Мценск, улица Тургенева, 137. Улица Машиностроительная, 19. Партнер прогноза погоды – туристическое агентство «Мечта», которое осуществит ваши мечты о жарком лете. Торговый центр «Малиновая вода», 4 этаж, офис 9Б. Улица Советская, 25. Это был прогноз погоды на Первом областном. До скорых встреч! Продолжение следует... Профкосмо. Красота профессиональна. Весенние скидки в магазине «Проект мебель». Купи кухонный угол со скидкой 60% и получи скидку 7% при покупке любого кухонного гарнитуры. Рассрочка на 6 месяцев без первоначального взноса. Улица Тургенева, 137. Улица Машиностроителей, дом 19. Магазин «Проект мебель». Туристическое агентство «Мечта» с вами уже 11 лет. Нам доверяют, и мы стараемся стать еще лучше. Спасибо, что вы с нами. Ваш отдых в надежных руках. Наш телефон 55 92 65. Мечты о жарком лете. Осуществит Тургенство «Мечта». Мечта» Мечта. 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 Продолжение следует...